Участники массового забега собрались у подножия столовой горы задолго до старта. В открытом республиканском чемпионате по скайрайнингу может участвовать любой желающий. После регистрации каждый участник получает порядковый номер. Исангирей Бархановев самый старший скайрайнер. Несмотря на свои 86 лет ветеран спорта в отличной физической форме. Я думаю старше меня никого нету тут, я думаю, потому что сентября 86 лет. Я с хорошим настроением приехал и думаю с хорошим настроением закончить соревнование. Вот такая у меня цель. В чемпионате, посвященном 25-летию образования Ингушетии, участвуют спортсмены старше 18 лет. 75 скайрайнерам предстоит преодолеть дистанцию в 4300 метров, набрав высоту в 1 километр. Ни в коем случае в левую сторону не уходите. Там очень крутой, такой травнистый склон. Там можно улететь вообще и разбиться. Идите четко по разметке. Когда вы выйдете на 300 метров, после 300 метров там этот будет как его родник. После родника все идет как было раньше. По дороге, по торопе, все, но там везде разметка стоит. Перед непосредственным стартом бегунам дают инструкцию, предупреждая, что маршрут в связи с погодными условиями весьма скользок. Старт дан и все участники начинают массовый забег. Строго по намеченному курсу, не сбиваясь с маршрута, спортсмены скрываются из вида. Магомед Марзаганов все свое свободное время посвящает спорту. Ну а в данном чемпионате для него важнее участие. Настроение вообще позитивное, блестящее. Очень хорошее впечатление в горах родной Ингушетии. Можно сказать, увидел много спортсменов, познакомился. Такие удивительные места, достопримечательности нашей республики. Очень даже с таким настроем, можно сказать, боевой. С победой не буду спорить. Тут люди уже с высоким своим спортивным опытом. К таким опытным спортсменам можно отнести Дмитрия Коклина. Профессиональный альпинист спортом занимается с детства. Но в скайранинге пробует себя впервые. Больше всего его вдохновляет пейзаж горной Ингушетии. Очень красивый район. И погода хорошая. Как раз и не жарко, и дождя нет. Дойдя до высоты 800 метров, спортсмены сталкиваются с густым туманом. Но несмотря на это, участники преодолевают вертикальный километр. На вершине их ждет храм-святилище Мятсели, одно из трех культовых сооружений, расположенных на горе Мятлом. Участники по одному прибывают к финишу, где их ожидают судьи, которые фиксируют время. Номер 110. 046. Но подняться на вершины – это только полдела. Скайранерам еще следует спуститься. Но бегуну готовы на все ради достижения поставленной цели. С награждением победителей долго затягивать не стали. Первое место в этой группе занял Юсупов Исаак Медович. Он награждается золотой медалью, большим кубком, дипломом первой степени и денежным призом 20 тысяч рублей. Отрадно, что тут участвуют и молодежь, и более старшего возраста люди. Желательно, чтобы в будущем побольше наших людей стремилось посетить свои горы, отметить наш праздник, собираться и любить свою родину, свою республику, нашу Россию и нашу природу. Где-то на 45 минут я улучшил свой результат, который был 25 мая. Это хороший результат. А то, что сегодня вот это соревнование проводится в честь 25-летия Ингушетии, это мне очень приятно. Огромное желание было победить всех. Но в спорте это получается, побеждает только сильнейший. Ингушетия в этом году уделила особое внимание развитию альпинистских дисциплин. А забег на столовую гору прошел на высоком уровне, отметил директор чемпионата Александр Пятницын. Эти соревнования мы покажем в Москве на президиуме Федерации альпинизма России. И мы сможем добиться, чтобы в следующем году эту гонку, вертикальный километр, включили как этап Кубка России по альпинизму в Скайренинге. Основная задача чемпионата – популяризация Скайренинга в Ингушетии. Вполне возможно, что проложенный маршрут в будущем станет тренировочным полигоном для спортсменов и будет использован для проведения крупных российских соревнований. Юсуп Гелесханов, Рахман Цуров, Капурчах, Киев, Новости 24.